Александр, приветствую тебя! Доброе утро, Артем! Как нам с Александром кажется, принесут и могут принести неплохую прибыль в ближайшее время. Я иногда, точнее, довольно часто, исходя из фундамента, все-таки больше смотрю на долгосрочные перспективы, поэтому техника мне очень сильно импонирует, потому что техника дает зачастую очень хорошее представление именно как косрочных возможностей. Ну и, соответственно, вам, друзьям, предоставляет шанс зарабатывать в моменте, здесь и сейчас. Так, ну что, с позиции фундамента отмечу, что эта неделя не такая точно интересная, как прошлая, даже прошлые две по макоэкономическим событиям, тем более, что уже буквально послезавтра в США День Благодарения, соответственно, рынки закрыты, низкая ликвидность, можно сказать, конечно, что на тонком рынке даже малейших новостей может быть достаточно, чтобы спровоцировать какую-то мощную динамику, но я все-таки буду реалистом, на основании того опыта, который есть, обычно такие сессии проходят довольно спокойно. И вот последние торговые сессии, когда можно еще насладиться вот этой трендовой динамикой, это как раз сегодня и завтра. По поводу торговых идей и рекомендаций на сегодня я хотел бы сейчас остановиться на нескольких активах. Это на фондовом рынке США, на динамике европейской валюты и на рынке драгоценных металлов, на эталоне, на золоте. Потому что по евро и золоту сейчас очень хорошие сигналы, которые могут отработать даже не с позиции фундамента, а с позиции психологии. То есть, когда ты имеешь представление о том, где находится большинство и, собственно, действуешь против большинства. Ну, сейчас подробнее объясню. Давай тогда демонстрация экрана. Да, давай. Так, первый актив, на который я хочу обратить ваше внимание, это S&P. Я, кстати, довольно часто разбираю этот инструмент, и мне кажется, он остается тем самым, на котором еще можно заработать, продолжая его покупок. Причем, коррекции, которые мы видим периодически, они не продолжаются долго. То есть, очень быстро рынок выкупают, причем игнорируя вообще весь новостной фонд. Особенно негативный. Вот очень много было крайне плохих новостей. Например, от потенциала ужесточения монетарной политики, что, разумеется, негативный фактор для фондового рынка, до серьезного ухудшения эпидемиологического фона в странах ЕС, что также могло бы стать причиной, если бы рынок был нормальным сейчас, причиной мощной коррекции процентов на 10 или даже больше. Но обычно, или даже то, что мы сейчас видим в моменте по индексу S&P, это не такой уж и глубокое снижение. И даже в моменте, это 4-часовой таймфрейм у меня, слоу было на отметке 4658, и сейчас рынок снова выкупает. Я предлагаю посмотреть на уровень скользящей средней, обычно ориентируясь на 137-й период, когда ищу какую-то оптимальную точку входа, если абсолютно уверен в том, что фундамента будет больше располагать к покупкам. В данном случае, друзья, 4 635 пунктов, как раз уровень, с которого можно снова покупать S&P, если вам интересно о цели, которые лично мои, ну и также еще и Bank of America, Goldman Sachs и City, это 4 800 и выше. Напоминаю, что декабрь будет еще более интересным, чем ноябрь, по исторической такой сводке, с 1935 года в 98% случаях декабрь – это месяц активного роста американского рынка. Думаю, что этот предстоящий декабрь также не станет исключением. Что касается европейской валюты, то ты наверняка знаешь, как сейчас жестко все происходит в плане новых карантинных ограничений, полноценных локдаунов. Австрия – это как бы очередной прецедент того, что, столкнувшись с ковидом в таком формате, на правительство, по сути, не было других вариантов, кроме как объявить в стране общенациональным локдаун сроком на 20 дней. И он вполне может быть продлен, если ситуация вот за ближайшие две недели не улучшится. И самое печальное, что Австрия – это только лишь первый прецедент. За Австрией, скорее всего, последуют такие страны, как Нидерланды, Чехия и Германия. Вот последняя сводка новостей, с которой я знакомился, Меркель фактически бьет тревогу, что сейчас ситуация в Германии настолько плохо складывается и настолько как бы утручающая, в плане ковида, как не было еще никогда. Я думаю, что Германия будет следующая в плане вот этих жестких мер социального дистанцирования, локдаунов и, конечно же, это серьезно мрачит перспективы роста европейской экономики. Я также не верю в то, что ИЦБ будет повышать процентные ставки, исходя из вот этого ковидного фона. И по поводу психологии, о которой я говорил, я очень часто прям ориентирую, когда есть хороший сигнал от тех, кто следит за нашим совместным контентом, что есть на рынке зачастую такие условия, которые дают возможность зарабатывать практически со стопроцентной вероятностью. Это когда ты точно можешь выявить, где находится большинство. Сейчас большинство участников рынка активно покупают европейскую валюту, поскольку считают, что евро уже на дне, евро дешевле не станет. И тоже здесь не нужно мудрить, не нужно ничего выдумывать. Очень простой сигнал в таком случае, что если хотите заработать, вы должны быть не с толпой, друзья, а на стороне меньшинства, потому что толпа и большинство никогда не заработает. Ну, так устроено зарабатывать всегда меньшинство. Я думаю, что европейская валюта, которая, кстати, вот в момент мы с тобой начали эфир, и вот за последние 8 минут прям вся часовая свеча, которая зеленая, была оформлена 2 часа назад, она практически полностью уже нивелирована. Евро летит вниз, и ближайшая цель, я думаю, что это отметка 1.12. Поэтому рекомендую действовать, не откладывать в долгий ящик, шортить и ставить минимум на планку 1.12. Что касается рынка драгоценных металлов, я с позиции фундамента считаю, что золото просто обязано расти. Это исходя из того, что всегда фонд, который связан с какой-то неопределенностью, ковид, это явно неопределенность, это должно поддерживаться классический защитный актив. Я сторонник долгосрочных покупок золота, потому что золото – это лучшая страховка от инфляции, она продолжает расти. И я сторонник идеи того, что сейчас для крупных трейдеров, серьезными депозитами, институционалами, вообще нет альтернативы, где можно заработать, потому что облигации дают отрицательные доходности. Но в то же время для долгосрочных покупок после вчерашнего обвала должны быть уже более интересные уровни. Я полагаю, что они находятся уже основой в районе линии происходящего тренда, который проходит в диапазоне 1780-1800. И оттуда уже можно будет смотреть на покупки. Ну а чтобы дождаться золота, еще и заработать на том, что оно должно прийти к этой отметке, я думаю, что можно сейчас краткосрочно шартануть прямо с текущих уровней со целями 1785. Но это очень рискованная сделка, потому что если золото прямо в моменте сейчас развернется, как я уже отметил, фундамент будет только этому располагать. Ну и на рынках иногда стоит рисковать, друзья, и попробовать реализовывать даже как кокосрочный потенциал, который, мне кажется, сейчас все-таки на стороне продавцов. Александр, слово тебе. Спасибо, Артем. Ты, если позволишь, я вернусь к твоему же золоту, если ты включишь дневной таймфрейм. Мы посмотрим одну картинку, с которой я, возможно, в плане твоего текущего шарта могу не согласиться. Будешь ли ты так добр включить экран свой? А, да. Еще раз, да. И дневку по золоту. Так, момент, сейчас, секундочку. Там очень интересная ситуация, помимо того, что там был канал, о котором мы говорили, с которого происходил выход на прошлой неделе, как мы помним. Так, готово. И мы ожидали, да, включи, пожалуй, дневной график, да. Да, да, да. Как мы видим, вот у тебя красная линия, линия тренда, да, у меня она чуть-чуть по-другому там проходит, возможно, знаешь, с погрешностями, это не так, с сентября, с 27 сентября она проходит. И, в принципе, она у меня чуть-чуть под другим углом, и, соответственно, мы практически вот дошли до этой линии тренда, и, соответственно, я бы пока не стал рисковать шортить, потому что это будет середина канала, и в середине канала не очень удачные сделки обычно происходят для трейдеров, потому что вероятность похода наверх и вниз 50 на 50, и различные составляющие пока нельзя склонить в свою сторону. Соответственно, лучше пока бы воздержаться от входа в золото, плюс оно проявило слабость в момент, когда на рынке наступила какая-то паника, и пошли продажи такие массовые. Золото не показало себя с лучшей стороны. Это если мы берем не только техническую картину, но и просто смотрим в целом на то, что происходит. Поэтому золото мне, вот честно тебе скажу, мне не нравится вообще. Как оно ходит в текущем году, мне оно вообще не нравится. И, возможно, оно перестало так реагировать, как в прошлом, вот на эти все массовые ковидные ограничения, которые внедряются в различных странах, и вот это пугает. То есть неужели люди забыли о том, что существует такой защитный, защитный актив, и неужели они перестали в него верить, потому что он не генерирует там даже какую-то базовую доходность, какую-то маленькую ставку в процентную. Но это все остается с точки зрения технической картины, и в принципе в целом размышления таких более глобальных. Что же касается других инструментов, благодарю тебя за график, я сейчас, наверное, поделюсь в своей презентации. Что же касается других инструментов, в первую очередь демонстрация экрана. Хочется обратить внимание на пару доллар-рубль, которая, я надеюсь, экран видно уже? Да, видно. На пару доллар-рубль, которая длительное время, как видите, находилась в нисходящем тренде, и вот настал тот момент, когда трейдеры начали закрывать свои шарты, начали открывать какие-то лонговые позиции и уже переходить на сторону быков. Вопрос в следующем. Как долго продлится этот рост? Конечно же, ключевые цели, которые мы преследуем, могут находиться на отметке в районе 77 тысяч, плюс-минус эта зона, где именно инструмент остановится конкретно по цифре, трудно предположить, поэтому мы определяем ключевую область цены, где, возможно, остановка. А уже свыше этой зоны можно говорить о каком-то новом тренде, зарождении какого-то нового движения, которое позволит нам сходить даже вплоть до уровня 80,5. Интересная ситуация. Почему? Потому что произошел выкуп, не было перелов, была остановка, где набирали топливо, имеется в виду где аккумулировалась позиция. Эта аккумуляция совпала с уровнем, который отмечался ранее, как нижняя граница канала, то есть мы вернулись с него, и с него произошел прострел. И вот этот вот прострел пока не дает мне покоя по той причине, что хочется понять, будет ли это настоящее движение действительно наверх, которое положит начало импульсу вплоть до 80,5, либо это всего лишь обманное движение коррекционное, где закрывались шорты, и где, в принципе, трейдеры могли получить какой-то небольшой проф. На текущий момент я бы рекомендовал точку в районе 75-420, это по фьючерсу на пару доллар-рубль на российском рынке, выше него рекомендуется смотреть в сторону лонга, и целями этого движения могут быть в среднесрочной перспективе где-то зона 77 тысяч. Если мы говорим о среднесрочной перспективе, то это не, прошу прощения, краткосрочная, то это где-то зона 76 тысяч. Конечно же, пара евро-рубль тут может повторить динамику, но она выглядит слабее, поэтому я не буду ее давать. Еще очень интересная ситуация – это Сбербанк, что касается российского рынка. У меня сегодня две идеи на российском и две на крипте, поэтому я их коротко расскажу. Обратите внимание, то место, с которого практически начинался рост в июле месяце, мы подошли к нему почти вплотную. Это зона 30 тысяч, и с нее, конечно же, происходит выкуп. Почему? Во-первых, это круглая цифра, которая может сыграть ключевую роль. Во-вторых, это зона, где были покупки. Смотрите, вот это все был набор, и отсюда прошел прострел. Поэтому здесь невыгодно крупным игрокам, чтобы инструмент опускался ниже, и где ему придется уже фиксировать свой убыток, и начнутся еще более массовые продажи. Здесь это все панические продажи, это все понятно было. Плюс в этой зоне подключались шарписты, которые увидели пробитие ледней тренда, и, соответственно, мы увидели резкий импульс низ, на котором многие заработали. Единственное, что меня удивило, что такое сильное движение прошло, и мы дошли до точки, с которой начинался рост. Вот это единственное, что меня поразило больше всего. И свеча, которая формируется на сегодняшней торговой сессии, она довольно неплохая. Она позволяет нам говорить о том, что, скорее всего, произойдет какой-то отскок. Почему отскок? Потому что по поводу разворота и смены тренда текущего мы не можем говорить и наверняка знать с уверенностью, что это так произойдет. Поэтому мы будем говорить пока о возможном отскоке в ближайшее время, куда он может пройти. Но это зона ближайшего уровня, это 32-300, и, возможно, там 32-700. Пока смотрим вот в эти ценовые уровни. Что касается криптовалютного рынка, у меня есть две идеи. Это инструмент PNT из сектора NFT. Поэтому, так как NFT сейчас в тренде и очень активно развивается, инструмент не ходил, находится в зоне своих покупок, как вы видите. И, соответственно, я бы рекомендовал его рассмотреть в сторону ланга. Возможно, он даст заработать порядка 1-1,5x. Скорее всего, с этой точки. А, возможно, пойдет выше, даст заработать больше. И второй инструмент – это XVS, который также не ходил, находится в своем таком канале накопления. И посмотрите, где была цена в районе 147. Я еще помню эти моменты. И как она быстро упала. И вот здесь происходит аккумуляция маленькими свечами. Поэтому XVS в среднесрочной перспективе PNT – довольно интересные инструменты для вложения, если вы торгуете криптовалютным рынком. Если нет, то, конечно же, можно присмотреться и к фьючерсу, и к акции Сбербанка, если вы торгуете акцией. Потому что, возможно, зарождается какой-то момент отскока, который позволит вам заработать уже в контртренд, локальный контртренд. Вот такая информация на сегодня, Артем. Если есть какие-то пожелания, рекомендации, либо комментарии по текущим графикам, я с радостью отвечу. Александр, спасибо тебе. Присоединяюсь к тому, что, друзья, фидбэк с вашей стороны полезен, прежде всего для нас, потому что это, во-первых, сигнал того, что вы хотите что-то обсудить дополнительно, вам интересен контент. И я призываю вас о возможности вот этого диалога, через комментарии пользоваться. Пишите активы, которые нужно разобрать. Мы обязательно прислушаемся к вашим просьбам и пожеланиям. И не забывайте, конечно же, ставить лайки. Александр, тебе, собственно, как и всегда, большое спасибо за такой обширный анализ разных сегментов финансовых рынков. Найт, тандем у нас с тобой получается. Буквально все, охватываем. Давай в том же духе продолжать. Ну, следующий эфир, это уже через неделю, во вторник. Тебе-то, да, ну, вторник, можно сказать, что неделя только начинается. Возможно, это действительно так. Хотя неделя получает быть короткой, за днем благорения в США. Но все же, в общем, хорошей результативной торговли и хороших выходных. Спасибо большое, Артем. Тебе также хорошей недели, удачных сделок. И всем участникам, которые нас смотрят, я желаю правильной и безопасной торговли, чтобы она принесла вам результат. Увидимся в следующий вторник. Всем спасибо. Спасибо, пока. Всего доброго.